ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА БИСК на страницах истории. В выставочном зале представили выставку известного мастера Гаврила Прибыткова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быть или не быть, мэрия Бийска дважды отказала коммунистам в проведении митинга против роста тарифов ЖКХ на Центральной площади Наукограда. Суд посчитал решение о властей обоснованным. Напомним, первоначальная протестная акция на Петровском бульваре была запланирована на 29 января. Чтобы защитить право граждан на протест, КПРФ, выступавшая инициаторами митинга, отправила заявку повторно на 5 февраля, но снова получила отказ. Власти города, в свою очередь, допускают проведение митинга, но настаивают, чтобы активисты собирались на льнокомбинате. Мы спросили у горожан, готовы ли они поддержать инициативу активистов и выйти на митинг. С удовольствием пошла на этот митинг. Я слышала такое. Если получится, то пойдут. Если бы он помог, то, конечно. Но он поможет ли? В моей жизни уже сколько это проходило, ничего результата, никакого положительного не было. Ну, я думаю, митинг рабочая схема, конечно. Ну, я, наверное, нет, не пойду. Я думаю, когда власть вообще отделена от всего этого дела, от нас, то бишь. Поэтому ходить, митинговать, говорить бесполезно в наше время. То есть это бесполезная мера, по-вашему мнению? По-моему, да. А как не действует? А если вообще не говорить ни о чем так, тогда и никаких звигов не будет в лучшую сторону. На митинг вы бы пошли? Да, пошел бы. Антирекорд Алтайского края. Семья Бийчан перевела мошенникам больше 18 миллионов рублей. Два месяца аферисты выкачивали деньги у семейной пары. Бийчане были уверены, что с ними на самом деле общаются сотрудники банка и правоохранители. А началось все со звонка жене с неизвестного номера. Женщина представила сотрудникам силовых структур и сообщила, что в отношении Бийчанки возбуждено уголовное дело по факту госизмены и что уже предъявлено обвинение. Далее в разговор включился представитель другого ведомства, который пообещал разобраться, но предупредил, что эта ситуация находится на личном контроле высокопоставленных лиц под грифом «совершенно секретно». Рассказывать никому ничего нельзя, даже мужу. Иначе грозит срок. Злоумышленники внушили Бийчанке, что с ее счета производились перечисления главе террористической организации. Для того, чтобы обезопасить сбережения, женщине предложили снять их и вложить на единый безопасный счет. Далее она действовала согласно четкой инструкции мошенников. На безопасный счет ушли и сбережения мужа, а также кредитные средства банка, которые семейная пара взяла под залог собственной машины и квартиры. Однако, когда из банков начали приходить уведомления о просрочке платежей, Бийчане поняли, что угодили в лапы мошенников. Общий ущерб составил более 18 миллионов 300 тысяч рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется расследование. Сроки вновь сдвигаются. Бийский долгострой комфорт-класса отметил свой юбилей. Дому уже 15 лет. Все эти годы люди мечтают о новоселье, но получат ли они свои квартиры, непонятно. Когда стройка сдвинется с мертвой точки, пыталась выяснить моя коллега Дарья Федоркина. Как говорится, обещанного три года ждут. Но свои квартиры шикарным видом на Бию дольщики, вложившие деньги в строительство элитного пятиэтажного дома, ждут уже в пять раз дольше. 15 лет длится эпопея знаменитого долгостроя в микрорайоне «Зеленый Клин». И каждый раз у застройщика все новый срок сдачи объекта. Я думаю, что мы в следующем году, ну пусть отделка у меня тут с отделкой, мы не можем делать отделку, это будет май-июнь, но в июле по всем параметрам мы должны уже его сдать. Такие обещания Александр Казаков давал в 2018 году. Спустя пять лет изменения на стройке все-таки произошли. Исчезла крыша. Крыша – это вообще просто парадокс. То есть крышу он снял с его слов для того, чтобы построить пятый этаж сверху. То есть, ну чтобы строить пятый этаж, нужно уже его строить, да, а он снял, и то есть вот в таком виде это все осталось. То есть единственное, что он добился, то что этот дом развалится гораздо быстрее под воздействием осадков. То есть вот год он уже стоит без крыши, еще год простоит, я думаю, все, тут можно под грейдер все ровнять. Выцветший паспорт объекта снова не актуален. В сентябре 2022 года отметить новоселье дольщикам в очередной раз не удалось. Хотя в декабре 2019-го, по словам застройщика, работы должны были возобновить. Люди успокоятся уже, я думаю, во вторник. Да, люди во вторник уже успокоятся. Сегодня бригада, которая у меня вышла с садика Воеводская, детский сад, они уже здесь сегодня были до вас, смотрели в понедельник, они у меня на базе, что надо, какие вагончики сюда перевозить. Я думаю, во вторник они уже увидят строительство, и кран начнет шевелиться. С момента очередных обещаний застройщика прошло уже 165 вторников, а кран так и не зашевелился. Срок сдачи объекта в очередной раз сдвинут. Теперь на сентябрь 2023 года. Нашему застройщику, глубоко уважаемому, продляет разрешение на строительство. Я считаю, абсолютно необоснованно. Потому что разрешение на строительство нужно продлить тогда, если что-то делается. Должен быть план застройки, который он выполняет. Плана застройки нет. То есть проходит год, ничего не сделано, продлевает разрешение на строительство, потом еще продлевает, еще продлевает. Я понимаю, что в городе не нужен проблемный объект, администрация это не нужно. Но а нам-то что делать? Мы ждем уже 15 лет. 15 лет, это уже дети выросли у многих. Ну то есть это уже поколение выросло целое. А дом до сих пор так и не построен. Накануне в мэрии Бийска прошло совещание рабочей группы, на котором дольщики предлагали несколько вариантов решения проблемы. В свою очередь застройщик снова пообещал закончить строительство. По словам застройщика, сейчас у него есть два потенциальных дольщика, которые готовы вложить деньги в стройку, как только зашевелится тот самый кран. Но для этого нужна финансовая поддержка. Сейчас пытаемся понять и выровнять ситуацию. Выходит Прометей, есть у него возможность подняться с колен и продолжить строительство. Мы с вами о чем ведем речь? Вы говорите, да, мне нужна подушка безопасности. У меня нет иного источника финансирования, кроме средств участников долевого строительства, тех потенциальных, которые я планирую привлечь. В ближайшее время застройщик с экономическим обоснованием и указанием состояния текущих дел должен обратиться за поддержкой в Министерство строительства. Решение будет принято в течение 30 дней. В свою очередь дольщики не собираются сидеть сложа руки. Наметили пути движения. Ну, наметили какие-то сроки. Но хочется надеяться, что здесь все-таки более активно сыграет свои обязанности или выполнит свои обязанности регион все-таки. Потому что муниципалитет здесь вряд ли чем может помочь. Хотя тоже есть вопросы. Будем вести переговоры с инспекцией города Барнаула, то есть именно с профильной инспекцией, обмениваться мнениями и готовить соответствующие обращения. Для ускорения тех процессов, о которых мы сейчас говорили. Отметим, что на сегодняшний день дольщики даже не могут претендовать на компенсацию. Для этого объект должен быть признан проблемным. И таким дом мог бы стать уже в марте этого года. Но администрация БИСКО вновь продлила срок сдачи объекта. И есть опасения, что это не в последний раз. Дарья Федоркина, Евгений Казанцев. Будни. Пока мы готовили сюжет к эфиру, нам пришел ответ из Министерства строительства края, из которого понятно, что от застройщика Прометей каких-либо ходатайств и обращений еще не поступало. А причиной остановки строительных работ стало отсутствие спроса на объекты долевого строительства в доме, недостаточность собственных средств и арестов, наложенных службой судебных приставов. Так что людям придется ждать до сентября 2023 года. Именно до этого времени застройщику выдано разрешение на строительство. А далее реклама. Не приключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир. Внимание всем! Только в январе скидки до 60% на куртки и пуховики из прошлых коллекций. Ерма. Митрофанова 35. Остановка. Вокзал. Мечтаешь работать на камеру? Брать интервью и быть в эпицентре событий? Видишь острые темы? Борешься за справедливость и умеешь добиться своего? Тогда ты наш человек. И мы ждем тебя на должность тележурналиста Бийского телевидения. Среди бонусов – молодой коллектив, достойная зарплата, а главное – отличная возможность карьерного роста. Звони прямо сейчас в редакцию новостей Бийского ТВ. Пока автомобилисты и пассажиры маршруток активно обсуждают городские дороги, у пассажиров электротранспорта свои заботы. Многие из них жалуются на низкие температуры в вагонах и отсутствие подогрева сидений. Такие сообщения поступают и в нашу редакцию. И вот садишься в трамвай, постоянно трамваи ледяные. Подхожу к кондуктору, спрашиваю, отвечают грубо, я при чем? Подхожу к вагоновожатому. Говорю, она, и что, постоите? Я говорю, я не могу стоять, у меня голова кружится, я больной человек, мне надо сесть. Сесть я не могу на металлическое сидение. У кондуктора сидение горячее. Она выглядывает оттуда и говорит, посади ее, пожалуйста. Пару раз меня садили. Это не выход. Имеют ли эти недовольства серьезные основания и действительно ли электротранспорт сдался под напором холода, мы решили проверить. Однако, как показал опрос, замерзнуть этой зимой в трамваях успели не все. Среди пассажиров общественного транспорта есть те, кому в нем тепло. Тепло, все хорошо. Мне очень нравится, я всегда пытаюсь, не пытаюсь, а практически постоянно езжу на трамвае. И на улице, вне зависимости от температуры, на улице какая, в трамвае всегда тепло? Да, и на улице мороз, в трамвае все равно тепло. Сидения подогреваются, все отлично, никаких претензий. Устраивает вас температура здесь в вагоне? Тепло, холодно? Тепло. Ну, когда сильные морозы, тогда так нет. Ноги не мерзнут? Сидения теплые? Ну, я как бы одета по погоде, поэтому нет. С прошлым годом я, может, и не помню, но в основном-то я сколько лет уже здесь, ну, всю дорогу приходится ездить. И, ну, я такого не замечал, чтобы было сильно холодно. Нормально все, по-моему, все прекрасно. Практически все выпускники Бийского технологического института по направлению биотехнология трудоустраиваются по специальности. При этом большая часть остается в Бийске. Это результат плодотворной работы ВУЗа с предприятиями города. На днях студенты БТИ побывали с экскурсией в компании ВАЛАР и провели там выездной научно-практический семинар. Все подробности в нашем следующем сюжете. Твердые лекарственные формы – это таблетки и капсулы. Как происходит выпуск растительных лекарственных препаратов? Почему компоненты смешивают в таблесмесителе ровно 60 минут? И зачем в отделке чистых зон используют нержавеющую сталь? Молодые специалисты увидели работу исследовательской лаборатории, цеха галеновых препаратов и готовых форм, цеха подготовки сырья, а также была показана в действии работа грануляторов, капсуляторов и таблепрессов. Все оборудование от ведущих мировых брендов. В первую очередь в сегодняшней экскурсии запомнилось высокоточное оборудование импортное, как на нем работают люди. Захотелось самим попробовать себя в качестве специалиста на данном предприятии. И, конечно же, запомнимся коллектив, который здесь работает своей открытостью, доступностью информации и работоспособностью. Мы, конечно, в институте работаем, в лаборатории, что-то там делаем руками, но здесь это уже более подробно. То есть, как таблетки, они от самого начала разрабатываются, и как вот эти все подразделения работают между собой, то есть, куда они потом идут, как их проверяют на качество, как это потом идет в крупном тоннажное производство. Экскурсии, семинары, практики между этой компанией и вузом давно сложилось плодотворное сотрудничество. Оно имеет большое значение как для организации образовательного процесса, так и для мотивации молодежи к выбору специальностей в сфере биотехнологии. Чем больше будет подобных мероприятий проводиться с участием студентов, тем профессорско-преподавательскому составу будет проще адаптироваться к созданию каких-то технологий и к учебному процессу для того, чтобы более гибко реагировать на запросы промышленных предприятий. Где-то может увеличить количество практических занятий, на какие-то лекционные курсы сделать больше упор, и тем больше, тем легче будет адаптироваться самим студентам, уже приходя на производство. В итоге такой совместной работы более 90% выпускников БТИ по направлению биотехнология трудоустраиваются именно на бийские предприятия. Я работаю в компании с 2013 года, пришел в должности инженера. В этом году уже будет 10 лет. Непосредственно при моем участии было зарегистрировано более 50 наименований продуктов в разные направленности. Карьерный рост – одна из существенных причин, по которой выпускники вуза стремятся устроиться на работу в Эволар. Являясь национальным лидером по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья, компания заботится не только о производственном процессе, но и предлагает солидный социальный пакет. В него входят такие вещи, как корпоративный транспорт, который вас из дома заберет, привезет на работу и обратно, бесплатное питание. Сюда входит возможность обучения и повышения своей квалификации. Сюда входит возмещение расходов за санаторно-курортное лечение, за отдых детей в детских лагерях. У нас есть свой медицинский центр, у нас есть свой фитнес-зал, у нас есть свой, в конце концов, корпоративный детский садик «Золушка». Сегодня в компании «Вала» работает порядка полутора тысяч сотрудников. Часть из них трудится здесь со дня основания, более 30 лет. Одна запись в трудовой книжке «Островок стабильности» в современном мире. Некоторые студенты уже решили, что после окончания вуза придут работать именно сюда. Юлия Цапко, Андрей Сегаев, Будни. Вечер памяти Гаврила Ивановича Прибыткова прошел в Бийске. В этом году известному художнику исполнилось бы 90 лет. В выставочном зале до 5 февраля будет работать экспозиция, на которой можно увидеть работы мастера разных лет. Последние работы, которые поступили в фонды нашего музея, поступили от его вдовы Зинаида Александровна, которая подарила фонды нашего музея портреты графические. И вот, на наш взгляд, это лучшие работы, сделанные Гаврилом Ивановичем за его творческий период. Рисунки, портретные зарисовки, сделанные в разных командировках, сделанные очень быстро, карандашом или тушью. Они представляют большой и широкий интерес. Гаврила Иванович несколько десятилетий проработал в Бийском педагогическом университете. Был организатором художественно-графического факультета вуза, а также был одним из организаторов открытия выставочного зала в Бийске. Активно участвовал в культурной жизни города и посещал не только экспозиции художников, но и музыкальные поэтические вечера. Кроме того, Гаврил Иванович занимался исследовательской работой. При бытковом написано множество книг, монографий и статей. На его картинах, которые сейчас представлены в выставочном зале, в основном изображена природа Алтая. Мастер любил красоту наших мест и часто выезжал в горы. Кроме того, на полотнах можно увидеть не самые примечательные, но при этом узнаваемые виды нашего города. По ним можно проследить, как строился и развивался Бийск. Гаврил Иванович, он действительно был разносторонним человеком. То есть, главное его качество, наверное, из многочисленных, именно его многостаночность в хорошем смысле этого слова. То есть, он прекрасно разбирался в философии, в эстетике. Вот, он сам был художником. То есть, я всегда помню его фразу, теоретик теоретиком, но ты должен быть всегда практиком. И он и теоретик, и практик одновременно. И вот в этом его ценность большая. То, что одна его ипостасть как бы дополняла другую. А теперь пришло время рассказать о погоде. Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Олейск зернопродукт» имени Старовойтова. Это мощный зерноперерабатывающий комплекс с полным технологическим циклом от переработки зерна до производства и упаковки продукции. Пышный пирог и вкусный обед Твоей семьи счастье секрет Олейка, мука, добавь к ней любовь И чудо румяное ты приготовь Выпечки – это особый секрет От бабушки мудрый вкусный рецепт Олейка – находка всей нашей семьи На славу оладьи блины пироги С мукой Олейка счастье готовить 28 января в Биске будет переменная облачность Ветер южный слабый, сменяющийся юго-восточным Атмосферное давление очень высокое Влажность воздуха вечером тоже будет повышенной Возможны небольшие возмущения в геомагнитном поле Земли Ночью – минус 8, минус 10 Днем – минус 9, минус 11 Таким мы запомнили этот день Напоминаем телефон нашей редакции – 313-507 А также ищите нас в социальных сетях Отличных вам выходных До новых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова